Всем приветики, дорогие друзья! Как вам я и мои плюс два? Они уже ощущаются, я их вижу. У нас сегодня с вами быстрый мейк. Я вдохновилась пионами этими волшебными, которые прислала мне моя команда любимая, чтобы поддержать меня в период самоизоляции. И они так красиво распустились, что я не могла не вдохновиться этим делом. У меня ничего нет на лице. Фиксит спрей последний. Его шики я уже очень экономно подхожу. Распределяю его пальчиками. Тональный крем возьмем легкий с эффектом сияния. Тушекля из Saint Laurent B20. Он вот так в упаковке выглядит, как будто бы немножко потемнее, но на самом деле идеально мне подходит. То есть у него оттенки в упаковке, видимо, за счет искажения светом через стекло или еще что-то. Оттенки, кажется, потемнее. Когда будете подбирать, обратите на это внимание. Очень он легкий такой прям. И еще, что мне нравится, что он наслаивается. Хорошо, если я захочу сделать плотнее, то я могу еще там слой положить. Мне даже для каких-нибудь хороших, таких нарядных с макияйс хватит его. Что у нас с вами за мейк? У нас с вами восхитительная свежесть. Майская роза. Пион коралловый. Как хотите называйте. Главное, что это просто прям фрешачок. Но перед этим нужно замазать 2 килограмма, потому что иначе свежачок добавят еще. Даже, чтобы вы понимаете, что любой освежающий мейк, он не предполагает графики. Вы неженко будете. У вас вот все вот будет сиять, очень-очень мягко, розовенькое, золотистое, переходить. Beautiful. Beautiful, конечно, да, только как бы плюс 2 килограмма на лицо еще будет. А они и так уже есть. Поэтому давайте немножко поуже сделаем это богатство. Сделаем ведь что? Мы тут куличи в одно рыльце не ели всю неделю. Чем убрать 2 килограмма? Конечно же, шоколадом. Чуть-чуть набираю плоской кистью. Прям хорошенько растушевываю на палитре. Так прям, знаете, надо как бы разбить цвет. Ну и поехали. Посильнее сегодня, я считаю, нам надо скулы сделать. Только оттенком. Кот. У тебя были планы по разрушению, да? Судя. Стеркот перестанет своим пухом трясти. Носик. Здесь вот на кончике чуть-чуть. Глазки. Складку верхнего века. И к вискам уводим. Сразу из виска переходим в боковые поверхности лба. Если второй подбородок у вас уже детектят, это вот под ним еще затемнить боковые поверхности шеи. Можете затемнить. Кисточкой, которой наносили тон, чуть-чуть растушевываем. Чуть-чуть смягчаем просто эту коррекцию, чтобы переходы были очень плавные. Возьмем бочоночек, кисточку, и подчеркну нижнее веко. Чуть-чуть вот так вот. Из нижнего века выхожу к верхнему и перехожу на внешний уголок. Здесь тоже самое. Хорошо растушевываем. У нас должна здесь получиться тень, чтобы глазик был более выделенный. Этим же оттенком чоколад сделаю коррекцию губ. Возьму даже такую кисточку плоскую. Тоже чуть-чуть растушуем. Так у нас губки будут более пухлые. В этом макияже у меня будет вам небольшой сюрприз по глазам. Поэтому очень важны будут брови. Чоколад симпатично подходит на брови. Мне немножко темноват. Получаются они такие коричневые. Но в этом мейке мне будет очень даже. Прорисовываю именно, выдергивая волоски. Чтобы свободный край выходил за свою бровь. Когда она будет такая пушистенькая. Теперь хорошенько вычешем брови и зачешем их наверх. Брови на месте. Глаз почти на месте. Давайте еще сильнее его оттуда к риску вытянуть. Конкрет беж берем и наносим на подвижное веко прям пальчиком. Он тут нам такую розовинку красивую даст. Легкую, пастельную. Прямо пальчиком и поднимаем достаточно высоко. Мы наносим его на подвижное веко и выводим на складку. Его же нанесу в качестве легкого румянца. Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть на кончик носа. На галочку над верхней губой. Немножко как бы растушевываю контур. И давайте накрасим губы. У меня будет микс в основном из двух конкретов. Это конкрет холли и конкрет целмон. Потому что мы вот это получим. И это будет очень красиво. И я чуть-чуть еще добавлю беж для того, чтобы все это классно сочеталось. Начну с холли. Но вообще можно просто в холли добавить чуть-чуть совсем целмон. И будет вам уже вот такие пионы. Итак, с помощью оттенка холли я прокрашиваю губы чуть-чуть, не доходя до контура. Сделали. Теперь в этот холли немножко добавляю конкрет целмон и смешиваю. Вот. Вот сейчас идеально. Этот идеальный оттенок мы добавим в центр. С его же помощью, но чуть-чуть. Я как бы доведу контур. Теперь вытираю кисточку об салфетку. И вот здесь я смягчаю границу. И финально еще чуть-чуть добавлю холли. Это чтобы было, ну, что-то типа второго слоя. Есть. Через такие как будто двухцветные губки. Мы чуть-чуть этот оттенок возьмем, добавим в румянец. Подрастушу я. Корректора. Зону подглазного пространства. Треугольничек центральный чуть-чуть подчеркнем. Чтобы здесь прям чистенько было. Можете так консилер использовать. Крупной кистью, которую тонн наносили. Все смешаем. И нанесем немножко сияния. Немножко сияния у нас будет металлайст роус сильвер. Наберу. На центр чуть-чуть такие блики поставим. Сюда. Сюда. И сюда. Растушую. Надо бы зафиксировать это дело. Давайте-ка пудрой чуть-чуть припудрим Т-зону. Но чуть-чуть здесь очень важно, потому что, опять же, мы тут разглагольствуем о том, что это свежечок. Нам надо, чтобы все было глоуинг, все дела. Сейчас мы как глоуинг. Ты видишь пудрой? Поэтому очень легко фиксирую между бровей и вот здесь. Ну, красиво получилось. Забиваем ресницы. Хорошенечко. И на этом все. Мы не будем с вами красить ресницы в кое-то веки. Я подумала, что губы и брови этого будет более чем достаточно. Смотрите, как красиво получилось без ресниц. Губы яркие. Но из-за того, что мы сделали вот это омбре из двух оттенков, они получились яркие, сочные, но не тяжелые. И то же самое с макияжем глаз. Мы все вроде выделили, коррекцию глаз сделали, реснички даже выделили за счет того, что подкрутили. Но не акцентируем с помощью туши. И поэтому образ получился такой очень легкий. Все типа супер круто, скулы выделены, килограммы убрали. Но при этом он очень легко выглядит и всем подходит совершенно. У меня единственное вот это вот маячит. Мне не хватает вот этого желтого. Я, с вашего позволения, добавлю чуть-чуть сюда золотинку. Metalized Gold. Но это, скажем так, как возможное развитие этого мейка, чтобы вы тоже понимали, что можно добавить сюда золото. Прям вот в центр того металлайзда, который я наносила. Чтобы максимально было похоже на шпионы. Metalized Gold это прям желтое золото. Чуть-чуть во внутренний уголок. Идеально сюда приходит. Чуть-чуть по границе растушую. Вот, смотрите. Теперь точно. Точно я вот этот пион. Мистер Кот, иди полюбуйся на меня. Ну-ка быстро. Если вы хотите такой чуть более увлажненный эффект на губах, еще красиво будет сюда нанести лип-маск. Только чуть-чуть вот такими похлопывающими движениями, чтобы немножко увлажнить конкрет. Блеск вот этот, который дает лип-маск, он сразу заиграет золото. Но с этим сиянием будет такая прям саджуси. Смотри, какая бумажка. Ну что, дорогие друзья, желтоглазый мистер Кот подтягивается и хочет вам сказать, что он пошел. А я хочу сказать, чтобы вы не грустили, не хагрили, делайте мейки себе разные, пробуйте новые образы. Сейчас самое время экспериментировать с макияжем, потому что площадь больше, рисовать удобнее. Вот, спасибо большое за внимание. Не хандрите, не грустите. И у нас уже прям не то что весна, у нас уже лето скоро. Так что скоро откроем сезон платьев вне дома. Всех целую, всем пока!